Здравствуйте, дорогие ребята! Рада вас приветствовать на уроке русского языка. Сейчас мы определим тему нашего урока. В этом году вы первый раз отправились в первый класс. Взгляните, пожалуйста, на экран. Что вы видим? Совершенно верно. Мы видим детей, которые отправляются в школу. У дверей школы детей встречает их учительница. А зачем дети отправляются в школу? Конечно, чтобы получать знания. Поэтому первый школьный день называется День знаний. В нашей республике первый школьный день – это 15 сентября. Запомните, пожалуйста, 15 сентября – это День знаний. Вы в школе получили учебники. Вашим первым учебником будет учебник русского языка для первого класса. Авторы учебников постарались для вас издать новый учебник так, чтобы вы могли заниматься по нему весь год. Ребята, вы знаете, что книжки нельзя рвать, нельзя в них рисовать, не нужно их мять. Нужно надеть обложку и аккуратно хранить свои школьные принадлежности. На экране вы видите такой же учебник. Откроем наши учебники и посмотрим, что же мы увидим на первых страницах нашего учебника. На восьмой странице вы увидите изображение. Вы, наверное, догадались, что на этом рисунке изображены герб и флаг Азербайджана. Герб и флаг, ребята, это государственные символы Азербайджана. На флаге у нас три цвета – голубой, красный и зеленый. Каждый цвет символизирует определенное значение. Голубой цвет означает тюркское происхождение. Красный цвет – курс на модернизацию и развитие общества. А вот зеленый цвет обозначает принадлежность к исламской цивилизации. На красной полосе мы видим полумесяц и восьмиконечную звезду. Такую же восьмиконечную звезду, ребята, мы видим с вами на гербе. В чем сходство и в чем различие нашего флага и герба? Цвета флага есть и на гербе, только они изображены по кругу. Здесь у нас в центре языки пламени. На флаге этого нет. Наш герб снизу украшает колосья пшеницы и дубовая ветка. Дуб – это очень величественное, мощное дерево. Он символизирует силу и мощь нашего государства. А вот колосья пшеницы символизирует изобилие. На нашем гербе есть изображение маленьких желудей. Они там обозначены золотистым цветом. Кроме флага и герба, также государственным символом Азербайджанской республики является гимн. Авторами гимна являются Ахмед Джавад и композитор Узейль Гаджибейли. Ахмед Джавад – это поэт, который написал стихи, а Узейль Гаджибейли – композитор. Если вы посмотрите на нижнюю часть нашей страницы, то вы увидите красивейшие уголки нашей страны. Эти здания вы встречали, когда путешествовали по городу Баку, нашей огненной башни. Это дворец шекинских ханов. Он находится в Шеки. Мавзолей великому писателю Низами Гянджиби находится в городе Гянджа. И, наконец, горный пейзаж, который украшает страничку нашего учебника, рассказывает нам о живописной природе нашей страны. Итак, ребята, давайте вспомним наши государственные символы. Это герб, флаг и гимн. Государственным символам нужно относиться с должным почтением и уважением. Гимн исполняют стоя. Во время гимна обычные люди стоят неподвижно. А теперь выполним задание, которое относится к теме нашего урока. Вы видите здесь изображение желудя, колосья пшеницы, дубовые листочки и шишка. А теперь послушайте вопрос. Выберите лишний предмет. Один из этих четырех предметов является лишним. Как вы думаете, какой? И почему? Я думаю, что вы догадались. Это шишка. Так как изображения шишки нет на нашем гербе. А вот желуди, колосья пшеницы и дубовые листочки мы можем там увидеть. Обратите внимание на следующее задание. Нужно раскрасить предметы, цвета которых соответствуют цветам нашего флага. Если вы помните и наверняка знаете, цвета флага это голубой, красный и зеленый. Рассмотрим предметы и раскрасим их. Первый это листочек. Как вы думаете, можно его раскрасить цвета флага? Да, совершенно верно. Листочки бывают зеленые, а осенью они даже иногда краснеют и желтеют. Поэтому листочек можно закрасить в зеленый цвет. Следующий предмет это солнце. Солнце обычно изображает желтого цвета. Такого цвета нет на нашем флаге. Цветок. Цветок может быть, ребята, и красным, и голубым. Поэтому его можно раскрасить одним из цветов нашего флага. Я раскрашу цветочек красным. Следующий предмет яблоко. Яблоки бывают зеленого, красного, желтого цвета. Зеленый и красный цвет есть на нашем флаге. Помидор. Черенок у помидора бывает зеленым, а сам помидор красным. Значит, его мы тоже можем раскрасить. Следующий предмет чашка. Чашка может быть, ребята, любого цвета. Поэтому правильно будет отметить его как предмет, который соответствует цвету нашего флага. Я раскрашу чашку голубым цветом. Карандаш. Карандаши, как вы знаете, бывают цветные. Поэтому вы можете раскрасить его любым цветом. Зеленым, красным или голубым. Стиберек от цветка можно тоже закрасить зеленым цветом. Следующий рисунок – это сливы. Сливы обычно бывают у нас темно-фиолетового, синего цвета. Поэтому их мы пропустим. Здесь мы видим лук. Как вы знаете, лук у нас бывает желтого цвета. Только черенки зеленого цвета. И, наконец, последний рисунок – это заяц. Зайцы бывают либо белые, либо серые, иногда черные, но не красные, не зеленые и не голубые. Поэтому зайчика мы тоже с вами раскрашивать не будем. Вот так можно раскрасить предметы в соответствующие цвета нашего флага. А теперь, ребята, познакомимся с тетрадью, в которых вы будете работать в течение этого года. Это тетрадочка в косую линейку. Здесь две линии, на которых вы должны стараться помещать буквы, значки, черточки. Обязательно при этом пользуемся шариковой ручкой. Выбирайте ручку так, чтобы ее было удобно держать в руках. Прежде чем начать писать, нужно познакомиться с правилами при письме. Итак, обратите внимание, что девочка сидит ровно. Она не наклоняется, она не сутурит спину. Расстояние от ее глаз до стола составляет где-то 25-30 сантиметров. Нужно следить, чтобы не испортить осанку, не испортить зрение. Ручку в руках нужно держать правильно. Как и показано на рисунке, ручку или карандаш старайтесь сильно не сжимать в руках, чтобы рука при письме не уставала. Постарайтесь вместе со мной в тетрадях записать вот такие черточки. Я думаю, у вас получится, если вы немножко постараетесь. Ставим точку, потом чертим небольшую прямую линию. И точно так же внизу ставим точечку и чертим небольшую линию. На второй строке можно воспользоваться вспомогательной линией, поставить на ней точку и от нее опустить косую линию вниз. Линия не прямая, а черток наклоненная. Опять-таки я, пользуясь вспомогательной линией, ставлю точку и пишу наклонную линию. На следующей строке постарайтесь нарисовать флаг и заштриховать его сначала вертикальными полосками, а потом горизонтальными. У меня есть готовые изображения флага, и я их штрихую. Следующие горизонтальные полоски. Наклонные вертикальные полоски. И горизонтальные полоски. Сам флаг нарисовать нетрудно. Достаточно начертить одну длинную черту, две линии параллельные, и соединить их. Дальше мы продолжим вертикальными наклонными линиями. Так, ребята, нужно продолжать до конца строки. И, наконец, последнее задание на этой строке. Вот такая небольшая змейка. Поднимаемся наверх, прямую сверху, опускаемся вниз. И так продолжаем до конца строки. Надеюсь, вы успевали работать вместе со мной. А если вы не успели выполнить работу во время нашего урока, вы сможете ее сделать после урока. Потренируйтесь, чтобы ваша рука привыкла к письму. В ваших учебниках на следующей страничке есть изображение, где дети идут в школу. Мы с вами говорили уже о том, что дети идут в школу 15 сентября. И 15 сентября считается днем знаний. Постарайтесь составить рассказ по этой картинке. Вы можете описать свой первый день в школе или же свой первый день на уроке. А наш урок подошел к концу. Поздравляю вас с началом учебного года и желаю вам успехов на протяжении всего нашего учебного года. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь видеть. Друзья, давайте посмотрим на мой стол. Что мы видим на столе? Книжку, салфетки, ручку и стаканчик. Ребята, я это не просто так сюда положила. Скажите, пожалуйста, где находится салфетка по отношению к книжке? Правильно, вы скажете салфетка перед книжкой. А где находится стаканчик? Верно, стаканчик рядом с книжкой. А где находится ручка? Все верно, ручка за книжкой. А если я стаканчик положу вот так, где находится стаканчик? Все верно, стаканчик на книжке. Хорошо, дорогие друзья, а давайте посмотрим на нашу комнату. Что у меня в комнате? Правильно, книжная полка. А что в ней? Правильно, книжки. А где находится книжная полка? От меня. С какой стороны? Давайте вспомним. На прошлом уроке мы с вами вспоминали, где наша правая рука и где наша левая рука. Вы сидите ко мне лицом. Я сейчас встану с вашей позиции. Ну-ка, вспомним. Правая рука, левая рука. Молодцы. Посмотрим. А слева от меня что вы видите? Правильно, вы видите цветочки. А сзади что вы видите? Сзади у меня находится доска. Все верно, молодцы. Вот мы с вами вспомнили место предмета. Сегодня мы с вами будем изучать эту тему по новому учебнику. Дорогие друзья, я вас поздравляю. Сегодня мы познакомимся с новым вашим учебником. Это очень интересная книжечка. В ней очень красивые, яркие, красочные иллюстрации. Я очень надеюсь, что, дорогой друг, ты полюбишь этот учебник и будешь стараться хорошо заниматься. Ну а мы посмотрим на нашу первую страничку. Что мы видим на картинке? Правильно, мы видим площадку, а на площадке много детей. Что делают дети? Давайте разберем. Дети. Кто-то разговаривает, кто-то смотрит. А что делают двое оставшихся детей? Правильно, они показывают какие-то движения. Возможно, они танцуют. Скажите, пожалуйста, а где эти дети выступают? Перед остальными. Все верно. А где сидит мальчик, который играет на гитаре? Он сидит на стуле. А кто стоит рядом с детьми? Правильно, дядя стоит. Что он делает? Хлопает. Что мы еще видим на картинке? Девочку. Девочка что делает? Кормит уток. А где плавают утки? В бассейне. Все верно. Что мы еще видим на картинке? Коклон дает шарик. Что делает девочка? Берет шарик. Если мы посмотрим на этот рисунок, очень много предложений можно составить. Давайте обратим внимание на флажочки. На нашей картинке есть еще и флажочки. А давайте посмотрим, как расположены эти флажки. Синий, зеленый, красный. Синий, зеленый, красный. Синий. А если бы мы продолжили этот ряд, какого цвета должен был быть следующий флажочек? Подумали? Ну-ка, синий. Дальше какой цвет должен быть? Правильно, зеленый. Молодцы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на рисунок. Что мы еще видим на рисунке? Машины где? На мосту. Молодцы, ребятки. А давайте посмотрим дальше. Перед нами комната. Давайте посмотрим, что в этой комнате. И скажем это, используя слова в рамочке. А какие эти слова, сейчас я вам прочитаю. Слева, под, за, справа, между, внутри, на, перед, рядом. Задание следующее. Используя эти ключевые слова, вы должны рассказать про расположение предметов в комнате. Давайте сделаем это вместе. В нашей комнате два окна. Раз, два. Что мы видим перед окном? Горшочек с цветочком. Что еще есть в нашей комнате? Картина. Где висит наша картина? Картина висит на стене. Что мы еще видим в нашей комнате? В нашей комнате есть кровать. Кто на кровати расположился? На кровати лежит кот. А на чем лежит кот? На подушке. Верно. А что рядом с кроватью? Рядом с кроватью тумба. А что на тумбе? Лампа и часы. А что перед тумбой? Коврик. А что на коврике? Тапочки. Хорошо. А что находится справа от окна? Вот наше окно. Справа от окна находится книжная полка. Верно. А что в этой полке? Книжечки. Картина. Зеркало. Зеркало. Расческа. Хорошо. А что находится между полкой и кроватью? Между полкой и кроватью находится стол. А что на столе? На столе книга, стаканчик с карандашами и лампа. А что перед столом? Стулья и маленький стол. А что под маленьким столом? Мячик. А что возле стола? Коробка с мишкой. А также кубики. А что находится рядом с кубиками? Мячик. Молодцы, ребятки. Вот мы с вами полностью определили место каждого предмета в этой комнате. Посмотрим на следующее задание. Ключевые наши слова слева и справа. На, под. Мы с вами вспомнили, что на это когда сверху, под это когда снизу. Справа, слева. Вспоминаем. Вы сидите ко мне лицом справа, слева. Итак, чтобы вам было удобно рассуждать, Айнур нарисовали в той же позиции, в которой вы находитесь по отношению ко мне. Айнур стоит к вам спиной. Значит, ее правая сторона совпадает с вашей правой стороной. Левая рука совпадает с вашей левой рукой. Итак, Лала находится справа от Айнур. Где наша Лала? Вот она, потому что справа от Айнур это здесь. Анар стоит слева от Айнур. Значит, слева от Айнур Анар стоит вот здесь. Птица сидит на камне. Вот наша птичка, она на камне. Мяч лежит под деревом. Вот наш мяч, он лежит под деревом. Какие слова должны быть вместо точек? Давайте определим. Мальчик у нас завтракает. Тарелка с маслом находится... Как вы думаете, какое слово здесь нужно вставить? Правильно, тарелка с маслом находится на столе. Яйцо находится... В какой стороне от Анара? Посмотрим, ребятки. Правильно, яйцо находится справа от Анара. Хлеб находится слева от Анара. Кошка сидит где? Под столом. Молодцы! А теперь, используя ключевые слова, расскажите о том, что вы видите на картинке. Опять мы видим игровую площадку и много детей. Давайте разберем, используя наши ключевые слова. Вспомним, какие слова мы с вами уже изучили. Рядом, перед, сзади, внутри, между, над и под. А теперь давайте расскажем, что вы видите на картинке. Али катается на качелях. Эль-Хан катается с горки. Айас стоит под горкой. Лала поднимается на горку. Айнур выгуливает собачку. Она держит собачку на поводке. Самир бежит за Сабиной. У Сабины в руках воздушный змей. Ребята, если мы внимательно посмотрим на данную картинку, мы еще что-то можем здесь видеть. Подумайте, что. Правильно, мы видим самолет. А где находится самолет? Правильно, самолет находится между, между двумя облаками. А что еще мы видим на картинке? Машины. Машины едут где? По мосту. Давайте посмотрим. А что мы видим под мостом? Правильно, лодку. А где лодка? В море. Молодцы, ребятки. Вы очень хорошо отвечаете на вопросы. Я уверена в этом. А теперь давайте посмотрим на следующее задание. Рассмотрите рисунки. Какие слова должны быть вместо точек? Солнце. Ну-ка, верно. За облаком. Птичка. Верно. На дереве. Кот. Где находится кот? Правильно, под деревом. Кость. Где находится кость? Перед собакой. Хорошо. Давайте выполним последнее наше задание. До какого цветочка долетит бабочка? Здесь у нас назначено три пути. Давайте выполним каждый этот путь. Путь А. Одна клетка вправо. Вот наша бабочка. Мы должны пройти одну клетку вправо. Одна клетка вправо. Я положу свой пальчик, чтобы не забыть. Дальше две клетки вверх. Раз, два. До какого цветочка долетит наша бабочка? Правильно, до фиолетового. Второй наш путь. Две клетки вправо. Опять я кладу пальчик на бабочку. Две клетки вправо. Раз, два. Одна клетка вверх. Один. До какого цветка долетела наша бабочка? Правильно, до желтого цветочка. И, наконец, третий наш путь. Три клетки вверх. Опять кладем пальчик на бабочку. Три клетки вверх. Раз, два, три. Две клетки вправо. Раз, два. До какого цветка долетела бабочка? До красного цветка. Молодцы! На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова